Здравствуйте, уважаемые сограждане! Я посмотрел пресс-конференцию Аслана Бжани и, к сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что перед нами выступал не лидер нации, не президент страны, а глава государственного инвестиционного агентства, который в своем трехчасовом выступлении несколько десятков раз произнес слово «инвестор», «инвестиции» и ни разу не упомянул «народ». Слово «народ» в лексиконе нашего президента отсутствует. А этот самый народ, к большому сожалению, сегодня испытывает огромные тяготы, связанные с пандемией, с отключением света и многими другими вопросами. Касаясь пандемии, глава государства, к сожалению, очень поверхностно сказал несколько слов. Хотя сегодня в Абхазии не осталось ни одной семьи, которая не коснулась эта страшная болезнь. Люди вынуждены искать огромное количество денег для того, чтобы приобрести лекарства. Сотни наших граждан погибли и, к сожалению, учитывая то, что говорит президент, эта тенденция будет продолжаться. К сожалению, глава государства не дал нам никакой надежды, что нас ждет впереди в борьбе с этой страшной болезнью. В мировой практике эффективным показателем борьбы с пандемией является процент вакцинированного населения граждан. В некоторых странах более 70% населения уже вакцинированы. В нашем же случае вакцина отсутствует. Есть вакцина, которую приобрели частным образом наши безразличные граждане. Все остальное непонятно что, когда, в какой период времени будет доставка другой партии вакцины. И пропаганда не ведется соответствующая. То есть это направление полностью впущено на самотек и наш народ, к сожалению, оставлен один на один с этим страшным заболеванием. И наше медицинское сообщество, конечно, прилагает все усилия, но, как мы видим, этих сил недостаточно. Отдельного внимания заслуживает вопрос с перепадными ГЭС. Непонятно, по какой логике глава государства давал поручение поставить на государственный баланс часть единого комплекса Ингургес. Непонятно, по каким условиям и какой цели хотят достичь наша власть, отдавая или ведя переговоры о том, чтобы привлечь инвестиции на эти объекты. Эти объекты являются непосредственной частью единого комплекса Ингургес. Это инфраструктурный комплекс, который является государственной народной собственностью. И здесь возникает ряд вопросов. Во-первых, нужно понимать, что то, о чем говорит глава государства, даже в самом успешном и позитивном смысле, если будет реализовано, то ни один киловатт электроэнергии, насколько мы понимаем, не попадет в электросети Абхазии и не дойдет до граждан страны. Речь идет о том, что некий инвестор будет восстанавливать эти перепадные ГЭС и поставит там свои криптофермы и будет зарабатывать деньги. А нам, народу Абхазии, как опять же по словам Аслан Абжания, речь идет о том, что около 200 миллионов рублей в год будут платить за аренды. Конечно, это вызывает большие вопросы и сомнения, особенно когда мы слышим про сотни миллионов. Про сотни миллионов мы уже однажды слышали, когда речь шла о легализации майнинга. Там речь шла, по-моему, о 600-700 миллионов рублей доходов. Но на практике мы получили огромную дыру, большой дефицит и энергокризис. Боюсь, что здесь будет ситуация схожая. Поэтому необходимо полностью прозрачно вести все переговоры, открыть все заявки, раскрыть, во всяком случае, перед парламентом, перед общественными и политическими организациями. То, что сегодня происходит, колуарные переговоры, они ни к чему хорошему не приведут. В Абхазии достаточно сил политических, гражданского общества, которые в состоянии защитить интересы абхазского народа. Поэтому я призываю Слава Георгиевича и его команду все эти процессы проводить максимально прозрачно и отвечать на запросы парламента, которые поступают в исполнительную власть. Еще один вопрос, честно говоря, покоробил меня, потому что он касается смерти молодого мальчика 24-х лет Анри Атейба. Когда этот инцидент произошел, честно говоря, мы приняли решение его не комментировать, дабы не получилось, что мы пытаемся использовать смерть ребенка в политических целях. Но после того, как глава государства, выступая перед журналистами в таком непренебрежительном тоне, говорил о покойнике, о покойном мальчике, который, может быть, он сбился с пути. Может быть, его жизнь была не такая, которая, может быть, в представлении обычных граждан является нормальной. Но то, что этот мальчик 24-х лет сбился с пути и пошел не по той дороге, это наша общая вина. Это наш гражданин. Плохой, хороший, это наш гражданин. Он погиб. Его довели до суицида. И это произошло не где-то на улице, а в стенах Гагринского РОВД. То есть, он находился под охраной. Поэтому реакция главы государства, в особенности, когда он говорит о том, что там в Соединенных Штатах Америки, при нападении на сотрудников милиции, он может взять, вытащить оружие, расстрелять на месте и он будет прав. Ну, честно говоря, меня это удивляет. Потому что 5 июля 2016 года я сам своими глазами видел, как Аслан Джани и его соратники нападали на здание МВД. В том числе, некоторые из них были под наркотическим опьянением. Во всяком случае, внешние признаки свидетельствуются об этом. В сотрудников милиции летели камни, булыжники. Многие из них получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу. Я думаю, что если такой подход, о котором говорил Аслан Джани, он его действительно исповедует, тогда я ему предлагаю взять и начать расследовать тот инцидент. Я думаю, что Аслан Георгиевич не хотел, чтобы так все закончилось, но так случилось. Там люди пострадали, и сотрудники МВД, в том числе уголовного розыска. Предлагаю вот такой же подход применить к тем, кто нападал 5 июля 2016 года на сотрудников милиции. А что касается покойного ребенка, он родился в 96-97 годах. Это послевоенные блокадные годы. Действительно тяжелые для нас времена. Хотя, по словам Аслана Бжани, по его же словам, в то же самое время он находился в Москве. У него украли автомобиль «Волга», и через несколько дней он о нем даже не вспомнил. Видимо, так хорошо он себя тогда чувствовал. К сожалению, в то время мы так себя хорошо здесь, в Абхазии, не чувствовали, Аслан Георгиевич. И, к сожалению, еще раз говорю, многие дети сбились с пути. И это наша общая задача. Всех вместе исправить тех, кто сбился с пути. Вытащить из этой криминальной ямы, из этой криминальной трясины, как можно вернуть в нормальную жизнь как можно больше людей. А относиться пренебрежительно, я считаю, неправильно. Нужно любить свой народ, и народ будет отвечать тем же.